Добрый день дорогие друзья, на связи Самбат Алиханян. Сегодняшнее видео мы посвятим теме взаимоотношений блогеров и рекламодателей. В продолжение предыдущих постов я расскажу вам о том, каким образом строить свои взаимоотношения с блогерами, для того, чтобы по максимуму защитить свои права и избежать возможных нарушений со стороны рекламных площадок, блогеров и тех лиц, с которыми вы взаимодействуете. Итак, первый и основной вопрос, который я хочу затронуть, это законность взаимоотношений между вами и блогерами. Что такое законность взаимоотношений? Любые финансовые отношения и договоренности должны быть зафиксированы на бумаге и строятся с точки зрения закона. То есть, в случае, если вы решили обратиться за рекламой блогеру, будь это реклама в истории, в посте, продажи какие-либо, в любом ситуации вы должны заключить с этим человеком договор, либо с организацией, которая предоставляет эти услуги. Этот договор должен быть заключен на основании закона, предусматривать все условия предоставления вам рекламных услуг. Что обозначают все условия? Это место размещения рекламы, условия размещения рекламы и результат от размещения рекламы. В данном случае необходимо по максимуму, в подробностях предусмотреть, какой текст, какой пост, какую историю публикует блогер, на какой срок он это делает, какой результат от взаимодействия с ним вы ожидаете, какие условия оплаты, какие этапы оплаты, какие условия расторжения соглашения с ним, и какие условия возврата тех денег, которые вы оплатили, и какие могут быть еще последствия в случае, если вы, либо блогер, не в полном объеме выполнят свои обязательства. Вот это основные постулаты, которые необходимо соблюдать, понимать при выстраивании взаимоотношений. Если вы вот этот минимальный перечень будете соблюдать, то можно сказать, что будет существовать для вас много механизмов государственных для того, чтобы защитить ваши права в случае каких-либо нарушений. Еще немаловажный момент хочу отметить для всех, что во взаимоотношениях блогеров и рекламодателей действует законодательство о защите прав потребителей. То есть купить рекламу у блогера, связанную с размещением какой-то информации в его сети, либо купить товар в магазине, это схожие вещи, которые регулируются одним законодательством. Что это означает? Что в случае, если вы заключили договор на оказание вам услуги, вы вправе до момента оказания этой услуги от нее отказаться и попросить возврат денег. В случае, если вам оказана услуга некачественна, вы также можете потребовать соответствующих компенсаций, предусмотренным законом о защите прав потребителей. И кроме вот этих моментов, существует еще множество механизмов, которые предусмотрены законодательством о защите прав потребителей, которые позволят по максимуму защитить вам свои права. Вот это коротко о том, каким образом выстраивать отношения с блогером. Я надеюсь, что это видео было информативным. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, вы можете писать мне в директ, я по максимуму смогу вам помочь. В случае, если есть какая-то необходимость в урегулировании каких-то конфликтов с блогерами, вы всегда можете обратиться ко мне, и я вам укажу правильный путь для разрешения любой ситуации. На связи ваш Санбат Алиханян.